Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада нашей встрече, и сегодня мы с вами будем говорить о роли педагога и наставника в современном образовании. Но прежде чем рассказать о том, как это транслируется с точки зрения государственной политики, какие существуют модели наставничества, какие есть сложности в реализации вот этой программы, мне хочется у вас спросить, кто такой наставник, и являетесь ли вы, может быть, сейчас на данный момент наставником своей организации для кого-то, а может быть, среди вас есть наставляемые. То есть вот вы уже в эту тему вошли, может быть, активно участвуете в ней, поэтому тоже свои комментарии можно оставлять в чате, и мы, может быть, еще какие-то моменты будем вместе обсуждать. Это будет замечательно. Итак, всегда у нас все начинается, любой проект, любое какое-то нововведение, все это начинается с государственной политики. Государственная политика в области образования, она затрагивает и данный вопрос. В настоящее время о важности наставничества говорится в ряде стратегических документов федерального уровня. В посланиях и указах президента Российской Федерации, в федеральном проекте «Учитель будущего», в национальной системе учительского роста, в профессиональном стандарте «Педагог». Указом президента Российской Федерации утвержден знак отличия за наставничество. И мы с вами знаем, что вот здесь я тоже разместила на слайде, указом президента 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И я хотела бы процитировать послание президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. В нем говорится о такой значимой задачи в сфере образования, как развитие движения наставничества. И дальше мне хочется процитировать. «Значимой задачей считаю развитие наставничества только так, объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными». То есть это послание еще было в 2018 году, да, и дальше был ряд документов, которым мы следуем. То есть основная цель наставничества – это передача знаний от поколения к поколению, именно передовых знаний, это такая помощь и движение, более динамичное движение, так скажем, наставляемого. Но сам термин «наставник», «наставничество», да, наставляемый, конечно же, он уже нам известен с 20 века, и это все в первую очередь транслировалось в области бизнеса, и сейчас вот очень активно развивается в образовании. Посмотрите, пожалуйста, на слайде, вот я вынесла, у нас есть закон, у нас есть государственная политика в области образования, и здесь говорится следующее. «Наряду с первой и высшей квалификационными категориями профессиональная карьера учителя будет расширена новыми квалификационными категориями, такими как учитель-методисты, учитель-наставник, педагог-наставник. Об этом говорилось еще в 2019 году. То есть что мы сейчас видим? Мы сейчас с вами находимся вот на пути перехода, такого движения к внедрению наставничества в образовательный процесс. Это происходит абсолютно на разных уровнях, в разных регионах это происходит по-разному. Вот, поэтому, конечно же, мы сейчас с вами поговорим и о тех проблемах, которые возникают, о тех трудностях, да, потому что мы сейчас только на пути вот этого введения наставничества. Но самое важное, наверное, это то, что, если вот обобщить все то, что я сейчас озвучила, вот эта система наставничества должна стать инструментом повышения качества образования. И она должна помочь педагогу двигаться быстрее, да, двигаться вперед. Так, хорошо. Дальше, вот слово наставничество, оно вообще греческого происхождения. Мы сейчас тоже говорим, у нас есть указ президента о сохранении русского языка. И как можно меньше, чтобы у нас слов все-таки было, да, иностранных, об этом тоже мы говорим. Но, так или иначе, у нас пока их достаточно много, в том числе и в сфере образования. Так вот, происхождение слова наставник, оно берет свое начало от гомеровского эпоса Одиссея, в котором Одиссей доверил наставнику своего сына Телемаха, когда тот отправился на Троянскую войну. Поэтому само слово наставник, оно греческого происхождения, но сейчас оно уже адаптировано, и мы уже воспринимаем его как русское слово, да, которое уже многие годы, так скажем, нами используется активно, в активном словаре уже нами используется. Так, теперь наставничество. Наставничество, конечно же, определяют по-разному. Сейчас очень много различных статей, очень много публикаций. Эта тема обсуждается, в том числе и в научной литературе. И подходов, и определений достаточно много. Ну вот ключевые, да, такие вот, наверное, общепринятые, может быть, в педагогической науке, в методологической, да, науке. Давайте мы с вами немножечко вот на них остановимся. Что такое наставничество? Это универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, конечно же, мета-компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Конечно, как я уже сказала, наставничество, оно и раньше было. Вот вы здесь видите, наставничество активно изучалось, и оно внедрялось в 70-х, 80-х годах 20-го века в рамках адаптации молодых специалистов на производстве. То есть на фабриках, на заводах, затем в бизнесе, безусловно. Это очень хорошая, так скажем, методика, да. И далее, следующее, посмотрите, положение. Что такое наставничество? В системе образования это разновидность профессионального обучения, сопровождения и поддержки педагогических работников до 35 лет. Их называют наставляемые. Имеющих трудовой стаж, педагогической деятельности в образовательных организациях, то есть, или только они пришли, да, то есть до 3-х лет. Или специалистов, назначенных на должность, по которой они не имеют опыта работы. Вот обобщая это, можно сказать, что в роли наставляемого может быть молодой педагог, который только-только пришел в образовательное учреждение. Это может быть педагог, имеющий длительный перерыв в работе, да, то есть он, может быть, начал работу, а потом был такой перерыв, может быть, декретный отпуск, да, и так далее. Он вернулся, а, может быть, пробовал себя на другой какой-то стезе. И это, может быть, педагог, нуждающийся в наставничестве, вот в данный момент, да, то есть что-то ему дается тяжело, и в этом случае, конечно же, нужен наставник. Все это нужно для чего? Для того, чтобы, ну вот даже сейчас можно и своими тоже, да, такие вот вспомнить, как вы пришли на работу, как вы начали работать, как вас принял коллектив, все это делается для того, чтобы молодой педагог, который пришел в образовательное учреждение, дошкольное ли, либо он пришел в начальную школу, или он пришел в старшие классы преподавать, чтобы он не ушел. Потому что самые первые вот эти, наверное, месяцы, да, для кого-то первые три года, вот вспоминайте себя, как вы начинали свою карьеру, они действительно достаточно сложны. Здесь и адаптация, это вообще мы в любой коллектив, да, входим, мы адаптируемся. Адаптация к профессии, нужно найти контакт с детьми, нужно наладить контакт с родителями, научиться проводить родительские собрания. То есть всегда, ну вообще сложностей на самом деле очень много. Если мы говорим уже о школе, то здесь нужно проверка тетради, да, начальные классы или основная школа у нас, да, или там старшая школа. Всегда очень много подготовки, требует подготовки, вот педагогическая профессия. То есть как распределить время, как правильно спроектировать урок или внеурочное какое-то мероприятие, да, как наладить общение с коллегами, как выстроить отношения с детьми. Вот. В этом случае, конечно, здесь вопросов очень много возникает, потому что, да, есть теория, даже если вы закончили, может быть, и колледж, и дальше институт, тем не менее, сложностей очень много. И вот здесь нужно выдержать. И в этом случае, конечно, поможет хороший коллектив. И если у вас есть наставник, наставник, который заинтересован в том, чтобы действительно вам помочь, чтобы вы выросли в своей профессии, чтобы вам стало гораздо легче, да, работать, чтобы вы побыстрее вошли в эту профессию, чтобы вы остались в этой профессии, конечно же, это большая помощь. Ну вот, например, говоря о себе, мне вот, наверное, повезло, когда я начала свою работу педагогом, это было очень сложно, и зарплата была не очень высокая, и разные мысли были, но у меня действительно были хорошие наставники, которые помогали мне готовиться к лекциям, которые приходили ко мне на лекции, я к ним ходила на лекции. То есть наставника, наставляемая, это действительно должна быть пара, которая помогает друг другу, да, взаимообогащает. Вот сейчас мы тоже посмотрим. То есть и здесь плюс для наставляемого, конечно же, и для наставника это тоже большой плюс на самом деле. Поэтому, наверное, вы вспоминайте себя, и если у вас были такие наставники, тоже можете писать об этом в чате. Но у меня были такие наставники, и я им очень благодарна. И они действительно вели меня, так скажем, в предмет, русский язык. И это всегда, когда ты чувствуешь вот эту поддержку, когда к тебе приходят на урок, не с целью того, чтобы проверить, да, а именно подсказать, научить, направить, чтобы ты стал еще компетентнее, чтобы ты стал еще грамотнее, увереннее, да, чтобы где-то методически что-то помочь. Это всегда замечательно. Вот. Вот, значит, такое определение. Следующий момент. Вот я вижу здесь уже в чате пишут. Замечательно. Хорошо, спасибо. Теперь давайте, коллеги, мы вот что с вами посмотрим. У нас сейчас очень много различных терминов, очень много различных слов, да. Вот мы говорим и наставничество, и тьюторство. Вот. Есть тьюторы, есть наставники. Вот мне очень понравилась такая табличка. Я вот ее разместила. Есть очень интересное пособие под редакцией Димакова. Это МГИМО, Москва. И вот я у них, вот, так скажем, опиралась на их пособие. И мне очень хочется на этой табличке поподробнее остановиться. Кто такой наставник и кто такой тьютор, уважаемые коллеги? Посмотрите. Различные. То есть чем они отличаются? Наставник, посмотрите. Это тот, кто впереди. То есть впереди имеет опыт. Имеет опыт написания статей. Имеет опыт участия в различных конкурсах. Имеет вообще опыт педагогический, да. Он более компетентен. Это тот, кто впереди. То есть он ведет тебя за собой. Помогает тебе расти профессионально. Тьютор. Это тот, кто рядом. Тот, кто рядом, да. Дальше. Следующий момент. Посмотрите. Наставник транслирует передовой опыт. Потому что у него есть уже такой значимый багаж, которым он может делиться, который он может передавать. Но здесь бы я так сказала. Например, вот на примере лингвистики есть лингвистические школы различные, да. Ну и в педагогике это есть. И в методике это есть. И есть у нас такие маститые ученые, у которых есть школа. Школа в значении направления. И вот они ведут, да, исследования, и у них есть последователи. Те, кто за ними идут, продолжают это дело. Даже вот элементарно. Мы возьмем с вами, например, словарь Сергея Ивановича Ожегова, да. Когда его не стало, толковые слова русского языка, мы все с ним работали. Знаем, что это, эту книгу у всех она, у многих она на столе. Все время к ней обращаемся. Вот, когда его не стало, его дело продолжили. То есть есть те, кто продолжил. Есть школа. Вот как раз здесь об этом. То есть транслирует передовой опыт, да. И передает его следующим, так скажем, да, поколениям. Дальше тьютер, он побуждает к самоанализу, рефлексии, проявлению авторской позиции. То есть здесь немножечко другие функции, другие задачи. Следующий момент, тоже очень интересно. Наставник, он говорит, смотри, как я это делаю. Давай сделаем это вместе. Делай это лучше меня. То есть я это делаю, ты учись и делай это лучше. Расти, передавай свой опыт. Вот как раз таки, если мы, вот я зачитывала послание президента, там как раз таки четко говорится о преемственности, да, о передаче из поколения в поколение знаний. Чтобы у нас вот в коллективе, в педагогическом сообществе была преемственность, уважение, такая вот комфортная атмосфера. То есть когда мы передаем свой опыт более молодым. И молодые, естественно, уважают тех, кто уже является, так скажем, аксакалами, да, наставниками в данном случае. Дальше. Если это говорит наставник, то тьютер говорит следующее. Что есть в этом опыте для твоего развития? Как это сделать? Что нужно сделать, как тебе кажется, чтобы там чего-то, чего-то достичь? Сколько времени нужно для того, чтобы это сделать? То есть он сопровождает тьютер. Вот из этих реплик мы это видим. Дальше. Посмотрите. Наставник. Опора на внешний по отношению к обучающемуся, к учащемуся, да, к наставляемому опыт и нормы деятельности. Он транслирует знания и образцы опыта. Опора на внутренний опыт, способности и мотивационную сферу учащегося, ну или наставляемого, да, если это тьютер. Значит, наставник у нас транслирует знания и образцы опыта. Тьютер формирует индивидуальную ответственность за знания и переформатирование опыта. Следующий момент. Наставник реализует социальный заказ. Конечно, раз у нас есть государственная политика, значит, это социальный заказ. Тьютер удовлетворяет индивидуальные интересы и запросы учащегося. Наставник устанавливает с обучающимися, я бы сказала, с наставляемыми отношения и иерархии. Знающий, не знающий. Опытный, не опытный. Тьютер устанавливает с обучающимися отношения партнерства. То есть это все совместно, это вместе, мы вместе развиваемся. Следующий момент. Здесь, где наставник, да, мы видим ведущие формы работы. Это мастер-классы, это педагогическая и методическая поддержка, да, то есть мы показываем лучшие практики. Что касается тьютера, это могут быть форсайт-сессии, образ будущего и тьютериалы, то есть спроектирование индивидуальных планов и траекторий. Но здесь есть общее. Что общее? Общее – это работа на мотивацию, на профессиональное развитие. Это навигация по дополнительным ресурсам. То есть самое главное, мы мотивируем на успех, мы мотивируем на то, что будет продвижение, да, что у тебя все получится, будет профессиональное развитие. И, конечно же, мы сказали, навигация по дополнительным ресурсам. То есть вот эта таблица небольшая, но она показывает общее и различное между наставничеством и тьютерством. На мой взгляд, ну, в общем-то, очень так объемно и все это понятно. Следующий момент. Конечно, программа эта внедряется, да, сейчас где-то в каких-то регионах уже идет, так скажем, это внедрение полным ходом. Где-то пока еще, может быть, не все гладко получается, да, на разных уровнях. Но так или иначе, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, всегда возникают какие-то сложности, какие-то трудности, да. Ну и вот наиболее острые проблемы наставничества. Я здесь выделила три ключевых, потому что об этом говорят и сейчас социологи, и методисты, и педагоги. Вот что такое ключевое, да, сейчас такие проблемы. Во-первых, это проблема координации деятельности наставников, выражающейся в отсутствии общей региональной базы данных наставников и лучших практик наставничества. То есть пока еще, вот, может быть, на документальном уровне, да, это все не закреплено до конца, может быть, какие-то локальные акты не прописаны. То есть такая проблема есть. Следующий момент. Слабые мотивационные механизмы. Что проявляется в отсутствии единого механизма финансового стимулирования наставника и отсутствии конкурентной среды? Вот действительно, общаясь со многими педагогами, вот, тоже делятся. Тот является наставником, тот является наставляемым в каких-то, допустим, регионах, каких-то муниципалитетах, оплачивают эту работу и думают о том, как разгрузить наставника, да, то есть дается нагрузка уже, да, чуть меньше, но по оплате, то есть здесь все должно быть продумано, потому что он дополнительно тратит время, да, на наставляемого. Он ходит к нему на уроки, помогает составить какие-то, или разработать какие-то мероприятия, да, подготовится, например, к проведению родительского собрания и так далее. Поэтому, конечно же, вот финансовое стимулирование, оно должно быть. Оно должно быть, но не везде еще эти механизмы работают. И здесь еще нужно думать администрации о том, чтобы все-таки нагрузка наставника, она не была слишком высокой для того, чтобы все это работало эффективно. То есть здесь есть еще определенные проблемы. Следующий момент. Отсутствие единого нормативного правового поля, определяющего единые критерии отбора наставников и оценки их деятельности. То есть как мы отбираем наставников, по каким критериям, то есть вот кто может быть наставником. Ну, сегодня мы попробуем на эти вопросы, конечно, ответить, да, вот. И должна оцениваться их деятельность. То есть какой результат, какова результативность, да, работа проделана, она результативна, она эффективна, то есть какие критерии оценки здесь должны быть заложены. То есть вопросы, конечно, вот такие есть. Но однозначно то, что наставник, все-таки у наставника должно быть желание быть наставником, потому что некоторых вот так назначают, что вот вы будете, да, а он, например, не хочет, а он не хочет им быть. Вот. Или наоборот, да, наставляемый не хочет с этим наставником работать. Так или иначе, здесь должна быть психологическая совместимость и должна быть мотивация и у наставника, и у наставляемого. Тогда результат, конечно, будет, потому что это будет движение навстречу друг другу. Так, следующий момент. Формы наставничества. Что это такое, какими они могут быть? Это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, они разные абсолютно в разных регионах, могут быть выделены следующие. Ученик и ученик, учитель и учитель, ну или можно сказать педагог-педагог, студент-ученик, работодатель-студент. То есть вот такие вот ключевые формы наставничества. Кроме этого, можно выделить еще таких, скажем, два типа наставников. Наставник-консультант. Наставник-консультант, он создает комфортные условия для реализации профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста, но контролирует с целью того, чтобы оказать помощь, поддержку, чтобы направить его, чтобы он не потерял интерес к профессии, чтобы он не ушел из профессии. То есть основная цель наставничества, она в этом, чтобы мы, вот молодого специалиста, которого взяли, мы его сопровождаем, мы ему помогаем, и он остается в профессии. И он получает вот такие качественные знания, качественные именно практические навыки, качественные практические знания, и он остается в профессии. Вот это важно. И, может быть, наставник-предметник. Ну, допустим, да, если мы говорим уже о школе, это опытный педагог того же предметного направления, что и молодой учитель. Допустим, физик-физик, да, математик-математик, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин. Вот. То есть это может быть и вот такое направление. Модели наставничества. Давайте на них поподробнее остановимся. Модели наставничества, они абсолютно разные. Они касаются не только образования, да, но они могут быть использованы и в сфере бизнеса. Но вот я так начала, так скажем, вот в некой иерархии их выстроила, да, по мере важности. По мере важности. Давайте посмотрим. Итак, групповое наставничество, оно может реализовываться как взаимодействие одного наставника и группы обучающихся со сходными образовательными потребностями. Либо это может быть группа наставников и группа наставляемых. То есть можно по-разному здесь выстроить работу. Вот. Но образовательные потребности, они тоже у нас выявляются, да, то есть мы видим, какие здесь потребности. Мы учитываем возрастные особенности. Если мы говорим о школе, то мы учитываем какие-то дефициты, да, профессиональные дефициты и так далее. Следующая модель – это скоростное наставничество. Это однократные встречи сотрудников с наставником более высокого уровня или специалистом по развитию персонала с целью построения взаимоотношений с другими людьми, объединенными общими проблемами и интересами. То есть такие однократные встречи, когда человек приходит и делится своим опытом, да, то есть по каким-то конкретным вопросам, по каким-то конкретным проблемам, где он силен, где он имеет опыт, где он может поделиться и направить, да, человека, который в этом нуждается. Флэш наставничества. Наставники встречаются с наставляемыми в сжатые сроки, часто не превышающие одного часа. За это время наставник представляет свой опыт в профессиональной деятельности, успешные кейсы и дает некоторые рекомендации. После этой встречи участники решают, хотели бы они продолжить отношения с наставником или нет. То есть выбирают они его в наставнике или не выбирают, да, идут с ним дальше или нет. Следующая модель наставничества называется она традиционная модель наставничества один на один. Ну вот, в общем-то, она в образовании и используется. Это взаимодействие между более опытным педагогом и начинающим педагогом в течение определенного периода времени. Ну, например, от трех до двенадцати месяцев, да. Далее. Ситуационное наставничество, то есть от слова ситуация. Это предоставление наставникам необходимой помощи всякий раз, когда наставляемый нуждается в указаниях и рекомендациях. То есть по мере, так скажем, потребностей, да, по ситуации. Как правило, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для наставляемого. То есть вот наставляемый с чем-то не справляется, да, то есть какие-то сложности у него возникают. И в этот момент, конечно же, нужен наставник, который подскажет, поможет, что нужно сделать. Партнерское наставничество. Это наставничество от равного к равному. Оно помогает получить конструктивную обратную связь, обменяться знаниями и навыками. Партнерское наставничество помогает отслеживать прогресс в достижении конкретных целей в организации. То есть партнерское наставничество – это, как здесь говорится, от равного к равному, да. То есть можно сказать, что, ну вот каждый из тех, кто здесь взаимодействует, да, в этом партнерском наставничестве является наставником, да, для другого человека. То есть два наставника. И в то же время они и наставляемые. Вот можно так сказать. Следующая модель тоже очень интересная. Это саморегулируемое наставничество. Вот оно интересно чем? Посмотрите, ни наставники, ни их подопечные не подбираются специально. А опытные педагоги добровольно выдвигают себя в качестве наставника. Ну то есть если, например, у человека есть такая потребность, внутренняя потребность, он движим вот этой идеей, да, он хочет помочь тем, кто начинает эту педагогическую карьеру. И если еще в организации есть дополнительные ресурсы, да, стимулирование и лояльный такой график, и с часами как-то все, да, тоже продумано, то, конечно, здесь, в общем-то, польза будет колоссальная. Очевидным преимуществом этой модели саморегулируемого наставничества является то, что наставниками становятся именно те, кто действительно имеет желание принять эту трудную и ответственную роль. То есть огромное желание, огромная мотивация и внутренняя потребность в передаче своих знаний. Потому что, в принципе, учителя, педагог, они должны и обязаны передавать свои знания, в этом их миссия, да. Вот, и здесь мы тоже хотим научить тех, кто пришел нам на смену. Далее, командное наставничество – это разновидность универсальной технологии наставничества, позволяющей осуществлять передачу необходимых навыков, компетенций, метакомпетенций, ценностей в неформальном общении, которое основывается на доверии и партнерстве двух и более команд образовательных организаций. То есть, в принципе, посмотрите, ну, все настроено, идея такая, что все настроено на позитив, на взаимообогащение, на взаимопомощь, на взаимоподдержку, на обмен лучшими практиками. То есть не конкурентность вот такая вот, да, может быть, нездоровая, а именно здоровая атмосфера взаимоподдержки. То есть когда мы хотим, чтобы наши организации и, да, наши образовательные учреждения друг у друга перенимали лучший опыт, и мы становились лучше, и у нас вот та комфортная среда, которую мы создаем, да, в общем-то, она получала отклик. Вот. Это все на самом деле очень важно, я думаю, вы со мной согласитесь, для того, чтобы вот такие условия были созданы и для работы, и для тех, кого мы обучаем или воспитываем, да, все это очень важно. Следующее, очень интересное, реверсивное наставничество – это взаимодействие сотрудников образовательной организации как профессионалов разных поколений, то есть возрастной ценз, да, разные поколения, в том числе педагогов, руководителей образовательных организаций с целью обмена опытом, взаимопередачи знаний и опыта, совершенствования профессиональных компетенций. Вот такое определение есть. Есть еще очень интересное определение, вот тоже я вас с ним познакомлю, что такое реверсивное наставничество. Это модель взаимодействия двух учителей или иных педагогических работников по разным вопросам. Высококвалифицированный профессионал консультирует менее опытного учителя по вопросам образовательного процесса. В свою очередь он становится подопечным более молодого учителя по вопросам, в которых испытывает затруднения. Вот здесь тоже немножечко прокомментирую. Вот это есть очень хорошее пособие, я вот здесь дала вам ссылочку, с ним можно познакомиться. Мне оно очень понравилось. Во-первых, оно от 2023 года, и наши коллеги из Екатеринбурга все так очень лаконично, схематично показали и рассказали о своем опыте в области реверсивного наставничества. Здесь называется пособие «Реверсивное наставничество», «Методический навигатор», «Автор Кругликова», «Методическое пособие». Ну и здесь еще и соавторы. Вот по этой ссылочке можно это пособие найти и тоже, в общем-то, познакомиться и внедрять в свою практику. Но вот здесь, что мне еще хочется, о чем хочется сказать? Небольшой комментарий дам, да? То есть в реверсивном наставничестве замечательно просто, когда молодой учитель, молодой педагог, с одной стороны он наставляемый, а с другой стороны он обучает наставника. Например, вот проводились исследования и выявлено, что, и, кстати, мы тоже на своих курсах это наблюдаем, выявлено, что, например, вопросы программирования, робототехники, 3D-моделирование, вообще работа с цифрой, она дается достаточно сложно педагогам более старшего поколения. Может быть, вы со мной не согласитесь. А вот молодые педагоги, они как раз в этом ключе, они более развитые, они более подкованные, и они с удовольствием делятся как раз-таки своим опытом, своими навыками, да, с наставляемыми, с наставниками, да, получается. С наставляемой, с наставником тоже делится. Происходит такое взаимообогащение, взаимообмен. Вот даже, допустим, у нас, когда проходят курсы для педагогов, мы видим, когда что-то такое, обязательно сейчас цифровые технологии мы включаем везде абсолютно, и мы видим, допустим, когда предлагаем поработать в группах, да, по два человека объединяются, мы вот наблюдаем такую картину. Например, молодой педагог, который только-только закончил, и уже педагог в возрасте, они вместе объединяются, и так и говорят прямым текстом, что сейчас им гораздо легче вместе, потому что цифровые технологии, допустим, вот тот, кто старше, ему тяжелее даются, а молодому они легче даются, и поэтому в тандеме они, в общем-то, достигают высоких результатов. Вот, поэтому в этом ключе реверсивное наставничество, конечно, оно помогает. Вот, еще что хочется мне сказать, конечно, специалисты в области наставничества вообще указывают, что человек в эпоху перемен сталкивается с решениями, ситуациями, с которыми не сталкивался в прошлом. Он, конечно, ждет поддержки от того, кто уже прошел этот путь. И важно понимать, что восполнение того или иного образовательного дефицита под руководством наставника возможно в том случае, когда созданы определенные педагогические условия. Деятельность наставника очень близка к педагогической поддержке. Ключевую роль здесь имеет опыт наставника и мастерство владения той или иной практикой, технологией. И этим может поделиться не только старший по возрасту коллега, но и молодой педагог, как вот, например, в истории с реверсивным наставничеством. Следующий момент. Наставник. Ну, если буквально это путеводитель, это вождь, это учитель, да, вот такие синонимы можем подобрать. Личностные качества наставника. То есть, когда мы вот думаем о том, кого, да, выбрать в качестве наставника для какого-то молодого педагога, мы должны учитывать и личностные качества наставника. Ну, здесь вот такой перечень можно определить. Умение активно слушать. Умение завоевывать доверие наставляемого. То есть, располагать к себе. Это широкий кругозор, коммуникабельность, тактичность. Умение давать четкие инструкции. То есть, что нужно сделать, как нужно сделать. Критическое мышление. Мы сейчас формируем критическое мышление, да, то есть, говорим о функциональной грамотности, говорим о критическом мышлении в том числе. Организация конструктивной обратной связи. Позитивное восприятие действительности. То есть, оптимизм, поддержка, позитивное восприятие мира. Внутренняя мотивация быть наставником. То есть, я хочу быть наставником. Кстати, вот, уважаемый коллег, кто-то из вас хотел бы быть наставником или является наставником, тоже можете поделиться в чате. Внутренняя мотивация, это обязательно. И вот давайте мы с вами остановимся на такой форме наставничества, учитель-учитель, да. Предполагает взаимодействие молодого специалиста, опыт работы, как мы сказали, уже до трех лет, или нового сотрудника при смене места работы с опытным и располагающим ресурсами, навыками, педагогом, который оказывает первому разностороннюю поддержку. То есть, наставляемому он оказывает поддержку. Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы, это очень важно, или в должности педагога, молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, которая позволяет реализовать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. Я очень много общаюсь с разными педагогами своего региона, из разных муниципалитетов, и замечательно, когда вот такие условия действительно создаются, и когда работа — это второй дом, когда это смысл жизни, здесь, конечно, именно создана такая благоприятная атмосфера, настоящий коллектив, и вот, допустим, филологическое сообщество, многие рассказывают, что мы вот приходим специально на работу на час раньше, чтобы вместе посидеть утром, попить кофе, пообщаться и зарядиться друг от друга энергией на весь день. То есть это вот как раз отсюда, да, идет. То есть идеи такие. Учитель, учитель, наставник, наставляемый. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым можно выделить следующие. Посмотрите, пожалуйста. Способствовать формированию потребностей заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности, то есть я провожу рефлексию, я анализирую, что у меня получается, что не получается, над чем я должна поработать. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей деятельности. Но здесь о чем мы можем говорить? У нас сейчас очень много конкурсов, и все российские конкурсы, и учитель года, и воспитатель года, и так далее. Там номинаций очень много. То есть мы настраиваем, мотивируем на участие в различных конкурсах, в различных конференциях, в различных мероприятиях, для того, чтобы показать уже свои наработки, чтобы вообще учиться быть уверенным и перенимать опыт других коллег. То есть чтобы не бояться. И, в общем-то, самое главное – развиваться. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной организации. То есть это очень важно. Если мы три года все-таки задержались в этой образовательной организации, уже есть надежда на то, что мы здесь останемся, наверное, на всю жизнь. Ускорить процесс профессионального становления педагога. Как мы уже сказали, да, наставничество, оно тоже в этом заложено, его идея. То есть чтобы этот процесс вхождения в профессию был более динамичным. Более динамичным. И, конечно же, сформировать сообщество образовательной организации. Дальше. Следующий момент. Основные принципы работы с молодыми специалистами. То есть я являюсь, например, наставником. У меня есть наставляемые, а может быть, их несколько. Есть определенные принципы работы с молодыми специалистами. Чтобы мы работали действительно в паре. Чтобы мы друг другу шли навстречу. Здесь должен быть принцип уважения и доверия. Принцип системности. То есть еженедельно, ежемесячно, да, мы проводим рефлексию, анализ того, что получилось. То есть мы постоянно работаем, чтобы был виден рост. Принцип сотрудничества. Принцип индивидуализации. То есть индивидуальные здесь потребности, индивидуальные дефициты, да, индивидуализация абсолютно во всем. Принцип открытости. Принцип компетентности. Принцип соблюдения норм профессиональной этики. Это обязательно. Понятно, что молодой, начинающий специалист, и мы такими были, когда только пришли. Ошибок много. Об этом, конечно, мы должны только с ним, наверное, и говорить, да. Это не обсуждать где-то и как-то. То есть мы должны ему помочь. Это закономерно, это вполне, как бы, вполне закономерно. То есть так все мы учимся на каких-то своих ошибках. Сегодня не получилось, завтра получится лучше. И вот мне очень понравилась такая схема. На мой взгляд, она очень лаконично отражает вот эти отношения учителя-учитель, наставник-наставляемый. Посмотрите, пожалуйста. Здесь вот очень четко показано, что и наставник, в том числе, и на уровне, скажем так, профессиональном, и духовном, и моральном, и вообще человеческом, тоже от наставляемого, даже эмоциональном, я бы сказала, да, тоже получает определенный опыт, определенный, так скажем, положительное такое вот, в свою копилку тоже вносит. То есть это движение навстречу и взаимообмен, вот я бы так сказала. Наставник, посмотрите, он компетентным, должен быть опытным, профессиональным, замотивированным, открытым. Он должен быть, конечно же, лидером, то есть умеющим взять на себя ответственность. Получает, что он получает? Он получает статусность, особенно если это действительно все уже закреплено, и документально закреплено у нас, да, об этом тоже будет говориться, и у нас, в общем-то, сейчас политика именно такая, вот, и уважение, и систематизация имеющегося опыта, и возможность увидеть новые пути решения задач. Если у вас такой опыт есть, об этом нужно писать, нужно транслировать свой опыт, можно делать тоже и методические пособия, и статьи писать, да, то есть выходы абсолютно здесь разные, выступать можно на конференциях, да, своими сообщениями, делиться с общественностью, своими наблюдениями, своими наработками. И наставник, что он дает? Дает знание, опыт, помощь, поддержку, уверенность, позитив, обратную связь, сопричастность к коллективу. Все-таки человек это коллективное такое существо, и сейчас многие ученые говорят о том, что, и педагоги говорят о том, что слово коллектив, коллективный, они должны вернуться в ближайшее время, вот, в наш, так скажем, активный словарный запас. Наставляемый, посмотрите, он такой дезадаптированный, неуверенный в себе, испытывает трудности в общении, ну, возможно, ну, можно сказать, что менее опытный, да, еще не совсем компетентный. Он получает, что? Он становится заинтересованным в своей деятельности, должен стать более уверенным, компетентным, профессионально пригодным, ну, и, конечно, он получает траекторию профессионального развития, то есть мы говорим о неких точках роста, да. И дальше, как сформировать вот эту пару, да, можно применить анкетирование, психологическое тестирование на совместимость работы в паре, личные встречи это могут быть, а может быть, инициатива со стороны наставника, наставляемого, да, то есть они друг друга увидели и захотели вот вместе работать, то есть сами уже определились, то есть здесь подходы могут быть разные, разные, и режим взаимодействия, конечно, практикоориентированный. Еще вот уже от схемы мы отойдем, еще немножечко хотела вот здесь вот, ну, если вот разумировать, да, для наставника, что он получается, наставник, это системная работа на основании единого нормативно-правового поля, возможность обмена опытом и повышение уровня профессиональных компетенций, то есть так или иначе наставник, он тоже растет, он осваивает новые компетенции, и самое главное, он передает опыт, он взращивает новое достойное поколение, и он получает, например, от наставляемого, вот в современном мире, как я уже сказала, например, да, навык общения и пользования цифровыми ресурсами, а сейчас их очень много, и здесь тоже сложностей очень много, поэтому когда есть рядом такой молодой наставляемый, который тебе может в этом помочь, это все, естественно, полезно для обеих сторон, и это такой продуктивный взаимообмен. Для наставляемого условия для профессиональной адаптации создаются, научно-методическое сопровождение, повышение уровня профессиональных компетенций. Научно-методическое сопровождение, опять же, да, учим не только тому, как правильно составить конспект урока, как это все выстроить, да, мероприятие какое-то разработать, ну и можно помочь, например, той же самой в написании какой-то статьи, какой-то научной работы, какого-то проекта и так далее. Мы говорили о том, как оценивать результаты, да, что оценивать, об этом тоже идут споры, то есть пока еще вопрос такой достаточно дискуссионный, но оцениваемые результаты – это что может быть, да, что мы можем предположить? Повышение уровня удовлетворенности собственной работы и улучшение психоэмоционального состояния. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в качестве педагога именно в данном коллективе, именно в данной образовательной организации. Это может быть качественный рост успеваемости и улучшение поведения обучающихся в подшефных наставляемых классах, например, да, если мы говорим о учениках, да, то есть такая модель используется. То есть рост успеваемости, рост качества, улучшение поведения, да, дисциплины. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами – это тоже может быть немаловажный такой показатель того, что, вот, правильно выстроена работа. Рост числа собственных профессиональных работ, статей, исследований, методических разработок, практик молодого специалиста и так далее. Ну и, конечно, участие в конкурсах различных. Это все может быть оцениваемым результатом. Ну, здесь, опять-таки, как все это выстроит организация, да. Вот, и, конечно же, вот, рефлексия, обязательно должна проводиться рефлексия. То есть если мы работаем в паре, наставник, наставляемый, да, должна быть оценка эффективности. То есть насколько эффективно мы работаем. Рефлексия проводится. Ну, например, да, вот такая вот табличка, она может быть взята за основу, можно предложить какие-то свои варианты. Например, мнение наставника. Что получается хорошо у наставляемого? Над чем нужно еще работать? Ну, здесь, кстати, эти вопросы можно задать и себе, как наставнику, и наставляемому. О наставляемому подумать, да. И также мнение наставляемого. Что получается хорошо, а над чем нужно еще поработать, да. И тогда мы все это соотносим, мы смотрим, мы анализируем. Потому что рефлексия, она обязательна. Можно здесь разработать специальный чек-лист, который тоже ляжет в основу, да, вот такой оценки. Вот, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный. И здесь можно наблюдать вот этот рост динамика, да, как она у нас выстраивается. Есть динамика вообще или нет, или мы где-то остановились. Вот, и рефлексия, она обязательна в педагогической профессии. Когда мы анализируем, занимаемся самоанализом, мы видим наши сильные, слабые стороны. И мы видим, к чему идти, куда идти, да. И мы видим эти точки роста. Таким образом, уважаемые коллеги, цель наставничества – помочь профессионально развиться и открыться в своей работе. И самое главное – сделать это достаточно динамично. То есть мы должны изобретать велосипед, да, и не учиться на чужих ошибках. Есть наставник, который подскажет, который поможет, который направит. Уважаемые коллеги, на этом мне хотелось бы завершить вебинар. Если вопросы остались какие-то или, может быть, размышления, пожалуйста, можете писать в чат. Я с удовольствием на них отвечу. Вот, пожалуйста, обратная связь, раз для этого есть время. Так вот я читаю. Да, ну хорошо, я с вами соглашусь. То есть почему обязательно передовой? Опыт наставника может не быть передовым, прорывным, новым, оригинальным для массовой профессиональной практики. Но сейчас я читаю, убегает у меня так. Но быть эффективным для решения профессиональных задач, профессионального роста, наставляемый – это образец для освоения лежащей в зоне ближайшего развития. Да, здесь можно согласиться. Да, передовой, конечно, опытный, но есть те эффективные практики, которые он внедряет, конечно, и он тоже может ими поделиться. Здесь я с вами соглашусь. Спасибо. Спасибо. Да, хорошо, вижу здесь. У нас в региональной модели наставничества закреплены еще роли коуча и ментора. Да, по-разному у нас разные абсолютно есть названия, но все-таки коуч и ментор здесь немножечко тоже в терминологии, хотя все это очень, так знаете, зыбко с терминологией, да, то есть вот трактовки разные абсолютно, но здесь немножечко должны эти понятия разводиться. В какой-то мере они синонимичны, но отличия все-таки здесь есть. Спасибо. Да, да, можно. Почту, да, вам нужно оставить. Хорошо. Так, сейчас, да, давайте я, вы мне оставили, да, почту. Хорошо, спасибо. Сейчас я зафиксирую вашу почту, я вам напишу. Людмила, отчество, вот не вижу. Хорошо, я вам напишу, Людмила. Коллеги, всем большое спасибо, будьте здоровы, удачи вам и успехов в вашей профессии. Всего доброго, до свидания.